Вадим Красносельский заслушал отчет главы Тирасполя. Олег Довгопол рассказал президенту о работе, проведенной в течение первых месяцев текущего года. По словам столичного главы, изменения претерпел кадровый состав администрации, притом добавил, что кадровые перестановки коснулись и муниципальных предприятий, которые обеспечивают работоспособность Тирасполя. На сегодняшний день уже полностью сформирована команда по городу Тирасполя, сформированы все замы, кадровый состав полностью пересмотрен. Практически весь кадровый состав у нас из лиц, которые имеют достаточно серьезный опыт работы в каждой своей сфере. Около 50 рабочих мест, в перспективе их будет 200. Достигнут этого благодаря реформированию сферы ЖКХ и бытового обслуживания, полностью восстановят работу спецзеленстроя. Далее совещание продолжилось на улицах столицы. Вадим Красносельский и Олег Довгопол проинспектировали состояние воинских захоронений на кладбищах Дальнее и Западное. После посещения памятных мест глава государства дал необходимые поручения по благоустройству Аллей Славы. Даны поручения о приведении ее в надлежащее состояние. Были высказаны рекомендации о необходимости укладки тротуарной плитки, там где-то на сегодняшний день есть возможно вокруг захоронений. До 1 августа планируется кладбище Дальнее полностью облагородить и в течение, возможно, если у нас появится такая возможность, что возможно до 1 августа мы и кладбище Западное тоже приведем, Аллею Славы, соответствующее состояние, соответствующий вид. В крайнем случае это будет сделано до дня города. Не на последнем месте и озеленение столицы. Руководство города констатирует недавнюю массовую вырубку зеленых насаждений. Чтобы исправить ситуацию, планируется высадить 800 деревьев и порядка полутора тысяч кустарников. Сегодня уже высажено 25 высокорослых деревьев и 50 низкорослых. Террасполю необходимо вернуть статус зеленого города, отметил Олег Довгопол.